Всем привет! Сегодня я снимаю новогоднее видео. Новогоднее настроение опять идет к вам, потому что кто с вами? Мэри Сэн. Сегодня я вам покажу, как я украшала елку. Да, я хочу, чтобы в этом году у меня была именно такая елочка маленькая, потому что мне лень украшать большую. И я думаю, что самый лучший подарок, это подарок, который сделан своими руками. И я вам покажу, как я сделала подарки своим подругам. И еще вы увидите, как я сделала этот новогодний декор, так что смотрите, приятного просмотра. В этом году я выбрала украшение для елки в красных тонах. Мне не хотелось наряжать ее игрушками разных цветов. Я сделала елку стильной в духе минимализма. Еще я купила ватные шарики. Нет-нет, я не сажусь на диету, как в Шанели. Они просто очень похожи на снег. И я думаю, что они придали еще больше-больше волшебства и новогодней атмосферы моей елочке. Ну, вот и пришло время для сладкого. Первую баночку я делаю специально для Юли, потому что у нее скоро день рождения. И я думаю, ей будет очень приятно, когда я подарю ей этот подарок. Сначала мы засыпаем баночку маршмеллоу. Второй слой мармелад, я его просто обожаю. Сверху я решила положить разноцветное безе. Еще я нашла в магазине вот такие уже вырезанные наклейки для надписей. Приклеиваем одну из них на крышку. Сюда мы можем написать любое тайное послание. Еще я купила вот такой калаш с новогодними пожеланиями. Для Юли я выбрала вот эту. Вырезаем и приклеиваем на банку. Теперь берем новогоднюю бумагу-тешью и вырезаем квадрат. Чуть больше крышки. Еще у меня нашлись вот такие вот штучки, на которых я написала имя, кому предназначен этот сладкий подарок. Завязываем все красной веревочкой и да, баночка готова. Это так просто и так мило. Вторая баночка предназначена для Гали, потому что Галя очень сильно любит малину, и я знаю, что ей этот подарок очень понравится. В каждой семье кто-нибудь доделает варенье. Так что ищем того, кто делает самое вкусное, отнимаем у него все варенье и наливаем в баночку. Все до последней капли. В тайном пожелании для Гали я написала SM, потому что у нее есть такая татуировка. Я всегда прикалываюсь, что это Сен-Мари. Для нее я выбрала надпись чудеса там, где в них верят, чтобы она никогда не забывала верить в волшебство. Конечно же я пишу черным фломастером, потому что это Галя. И еще я привязала кенди кейн, я думаю, ей понравится. И третья баночка предназначена для Насти. Вы недавно видели наше видео «Лучшие подруги». Она очень любит леденцы, и я думаю, что ей понравится эта баночка. Наполняем баночку разными леденцами. Это достаточно долгий процесс. Сверху я решила добавить маршмеллоу. И конфет не жалейте, как я. Для Насти я выбрала вот эту девочку, потому что она похожа на нее. И на все стороны банки приклеиваю разные зимние надписи. Ура! Еще одна баночка готова. Вы спросите, зачем мне красный картон, я вам расскажу. Из него мы сделаем рукавицы. Нарисуйте их с обратной стороны и вырежьте по контуру. Потом я украсила их ватными шариками и наклеила вот такие вот тканевые полосочки. Еще я нашла эти украшения. Кстати, все это продается в магазинах для рукоделия. Посмотрите, какие у меня новогодние прищепки. Они мне очень понравились. Натягиваем красную нитку и закрепляем наши рукавицы. Дарите подарки, сделанные своими руками. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. С вами была Марисен. С наступающим вас Новым Годом! Пока, на связи через камеру. XO